Это дом по адресу МОПРО-8. Сюда строители пришли еще в марте, а сейчас наводят последние штрихи перед сдачей. В этом месяце работы по капитальному ремонту на этом объекте подходят к концу. Проектом предусмотрен капитальный ремонт кровли, замена оконных дверных блоков в местах общего пользования, ремонт стыков стеновых панелей, замена всех инженерных сетей по подвалу, также благоустройство прилегающей территории от мостка. На данный момент ежедневно здесь около 25-30 человек. Работа организована и в выходные дни, чтобы успеть в сроки. По погоде некоторые люди даже с 8 утра приходят работать по кровле, пока нет уже в вечернее время. Есть традиционные работы, которые чаще всего выполняют в домах при капитальном ремонте. Это модернизация кровли и отмостков, стыков стеновых панелей, подвальных помещений, замена инженерных коммуникаций, сети отопления, водопровода. Но все же у каждого из объектов может быть и своя специфика. Это общежитие по адресу Молодогвардейская 5. Здесь помимо стандартных ремонтных работ были отремонтированы кухни, постирочные, душевые, санузлы. Утеплили фасад. С чем столкнулись? Ну, прохудившиеся трубы, изношенная система полностью отопления водопровода, разрывы в проводке. Все эти проблемы, они много где встречаются. Средняя численность работников на объекте в районе 100 человек была ежемесячно. То есть тут сложность была в том, что мы не могли в полном объеме зайти во все помещения сразу. Нам отдавали объем работ частями, то есть чтобы люди пользовались инженерными сетями, местами общего пользования. И поэтому проводились работы поэтапно. Всего в общежитии проживает порядка 440 человек. В целом они отнеслись к работам лояльно. Мы обращались неоднократно с этой просьбой, чтобы нас поставили на очередь для капремонта. Потому что уже здесь был ряд вопросов, которые были необходимы. Особенно в частности электропроводки, канализации, сантехники, которые требовались в замене, так как это здание 78-го года. Ну, уже была необходимость произвести капитальный ремонт. Ну и вот в сентябре 22-го года приступили к этим работам. В мае мы завершили их. Всего в этом году планируется отремонтировать порядка 36 домов. Финансирование смешанное. Городской бюджет и отчисление нанимателей квартир в фонд капитального ремонта. Общая сумма составляет 24,5 миллиона рублей. Из них 15 миллионов – городской бюджет. На сегодняшний день, значит, введено 5 объектов. 18 жилых домов находятся в стадии строительно-монтажных работ. Ну и, значит, в июне месяце еще 5 объектов приступят к работам. 6 объектов находятся в госстроэкспертизе на рассмотрении, значит, проектной документации. Ремонтные работы продолжаются по графику.